а сегодня мы с вами поговорим о таком замечательном устройстве как трукам прошел уже целый год с момента того как алексей белошицкий это у нас заместитель начальника департамента патрульной полиции написал свой прекрасный пост в фейсбуке по поводу трукам где он описывал самые основные претензии к трукам и он их типа развенчивал писал это с такими всякими смешками хихихаха одна баба сказала и он привел нам четыре момента которые четыре основных претензий которые предъявляли люди по поводу трукам и вот он развенчивал эти мифы первый миф который он якобы развенчала это по поводу эффекта косинуса и поправочного коэффициента вот он пишет что он пишет правда мне так нравится когда они пишут вот правда вот пишет правда что действительно раньше была возможность вносить поправочный коэффициент это вот расстояние от дороги и тогда у нас мог возникать вопрос этим эффектом косинуса которого в общем-то не было на дороге но после этого вот как он пишет имя было обновлено программное обеспечение от рукам и полицейский уже как бы не может вносить изменения поправочный коэффициент но когда я эту тему погуглил более подробно то я увидел частности я нашел в английском языке оригинальную инструкцию я увидел что вот этот поправочный коэффициент данную поправку от дороги возможно вносить только лишь в одном режиме так называемый режим dbc distance between cars и только при наличии данной функции можно устанавливать в ручном режиме вот эту вот поправку вот дороги при этом если смотреть на весь функционал который предоставляется руками вот этот вот dbc он относится к дополнительному как бы дополнительным функциям и за эти дополнительные функции я так понимаю до тот момент когда я читал я так понимал что за него необходимо как бы заплатить дополнительную денежку вот стандартный набор функционал от рукам а dbc не входило когда я дальше начал гуглить и ура я увидел интервью директора фирмы которая в общем-то и завозила сюда трукам еще в 2009 году и вот он в своем интервью как раз таки и писал что ребята когда мы завозили трукам и мы не выбирали вот эту вот функцию dbc там потому потому что она нам мы посчитали что она нам не нужна поэтому никакого поправочного вот это вот коэффициента и быть не может поскольку она вообще ну как бы в этих трукам от не включена то есть там такая простая как бы история что вот для того чтобы эту функцию задействовать нужно получить ключ причем на каждое устройство этот ключ отдельный и за каждый она за каждый ключ для каждого отдельного устройства нужно заплатить там порядка 500 долларов поэтому вот эти вот байки как бы по поводу того что можно расстояние от дороги изменить в ручном режиме ну я так понимаю это все действительно байки но при этом белошицкий нам рассказывает что они что якобы это было раньше но они от этого ушли путем обновления программного обеспечения но я конечно не утверждаю но такое ощущение что белошицкий конечно не знаю так это или не так но по моему он просто даже не разбирался в этой тематике то есть ему наверное кто-то написал текст и он это его озвучил в своем посте второе что он развенчал второй миф по поводу сертификатов что якобы там люди говорят что он не сертифицированный вообще контрабанды и бла-бла-бла вот он пишет что данное устройство получила сертификат от 2012 года я думаю вы его видели да в сети можете найти и получил соответствующий номер в государственном реестре измерительной техники но это ведь еще не все ну как бы история намного глубже опять когда начал копаться то я удивился насколько странная эта вся история часть информации я подчеркнул из роликов ивана невинного я думаю знаете такого адвоката из харькова ему спасибо ссылочку на его там два ролика я оставлю в описании я не хочу повторять полностью все что он рассказывал но история была такая что изначально еще в 2009 по моему году они получили некое заключение где но свидетельство о государственной метрологической аттестации 22-0807 от 20 июля 2009 года в 2010 году начали его активно использовать об этом свидетельствует решение едином государственном реестре судебных решений в 2010 году активно люди начали обжаловать постановление которые были вынесены милиционерами тогда еще гаишниками при использовании трука вот и что самое интересное несмотря на то свидетельство в 2012 году через два года после того как уже использовали трукам они получили вот этот вот сертификат но как рассказывал на его невинный в реестр государственный почему-то данное устройство трукам было внесено там за полгода по моему до того как выдан сертификат опять непонятно почему да странность со всеми этими документами их ними дальше он из реестра был в 2015 году изъят а в 2016 году у нас вообще поменялось законодательство по поводу сертификации да и установления соответствия вот этих вот измерительных приборов и бла-бла-бла честно я просто поломал себе голову я вычитывал эти нормативные документы и она все настолько бредовое запущено написано что но тут нужен действительно специалист который бы четко разложил бы вообще потому что вот непонятно мне например я например для себя так и не объяснил почему это 2015 сертификат соответствия был исключен из реестра на сегодняшний день никакого сертификата соответствия нет но прибор используется как минимум нелогично да поэтому с сертификатами ну и вот тем более белошицкий 2018 году пишет что есть сертификат 2012 года хотя в 2015 году этого сертификата уже нет ну как бы опять следующий вопрос по поводу поверки он пишет что все проходят поверку бла-бла-бла срок использования после каждой поверки один год и т.д. и т.п. ссылаясь на соответствующий приказ министерства экономического экономического развития 193 от 16 года я тоже этот приказ открыл и опять-таки я так и не понял вроде не должны производить проходить поверку согласно нормам но согласно нормам которые были действительны на момент их введения в эксплуатацию то же самое время написано что можно это делать с устройствами которые имеют сертификат который еще не закончился ну действие которого не закончилось но хотя вот как я уже люди тысячи пятнадцатом году этот сертификат ну как бы он не признан недействительным но он исключен из реестра то есть я так понимаю что таким образом сертификата как бы нет при этом что самое интересное белошицкий нам показывает свидетельство о прохождении вот этой вот поверки и вот я вам там отметил там есть как раз поле я специально даже другие сертификаты перебрал чтобы сравнить там есть поле где написано что по результатам поверки установлено что вот данное средство техническое данное техническое средство соответствует требованиям а чего не понятно вот в других сертификатов которые смотрел там написано четко что соответствует требованию там госта такого-то или там такого-то нормативного документа а вот он нам показывает свидетельство о прохождении поверки где не указано чему именно соответствует данный трубкам ничему не соответствует по логике самого белошицкого ну и последнюю нападку по поводу того что гаишники да или там полицейские нынешние теперь не прячутся в кустах вот он нам пишет что есть карта стоят знаки и стоит служебный автомобиль и поэтому ни про какие кусты речи не идется но вот к примеру я просто одно из решений сюда открываем и смотрю это одно из свежих решений таких решений уже достаточно много тут человек оспаривал тоже привлечение его к ответственности при помощи трукама и вот написано я вам скрин приложил сейчас озвучу коротко что вот было подано требование департаменту патрульной полиции разъясните где же у них стоят трукам и вот они написали что в данном месте на данной дороге такие в одесса трукам используется на участке с 415 по 440 километр из 442 по 463 а зафиксировали человека на 401 километре то есть 15 километров от места где должно происходить в общем то вот это вот действие с фиксацией над рукам и на этом основании в общем то постановление было отменено я не знаю сидели они там в кустах или не сидели но то что они находились совсем не на том участке дороги где позволено использовать рукам это факт таких фактов как я вам уже сказал уже достаточно много ну еще такое маленькое дополнение по поводу самого знака 5.70 да это вот знак который предупреждает нас о том что дальше может происходить фото видео фиксация нарушений ПДД этот вопрос задавал андрей андрей тебе спасибо сейчас все разберемся но во первых есть у нас не во первых наверное а в основных есть у нас прекрасный гост гост стандарт 4100 от 2014 года дорожные знаки вот есть там пункт 10.7.63 где указано что во втором предложении даже во втором абзаце указано что данный знак необходимо использовать с табличкой 7.2.1 это табличка которая указывает расстояние на которое данный знак распространяется ну и второй момент я думаю все отлично понимаем что данный знак может действовать только лишь до следующего перекрестка потому что логично что если человек уезжает с перекрестка на дорогу он не может знать какой на знак стоит сзади вот такая вот история обмана струкамом думаю было интересно и полезно пока куда ты зачекался мама не прийде не знаю что вид повест на добрый день ты хоть и бы почути так и больше не люблю а поэтому я так и доби не дам повещать и потлю а а Продолжение следует...